Меня зовут Артем Донских, я Team Lead по сайту RealAbility команды, как уже упоминал Сергей, на одном из крупнейших проектов DateArt. Речь пройдет по все тот же самый проект. Специфика нашей команды заключается в том, что мы преимущественно занимаемся решением каких-либо проблем, связанных с перфомансом, с масштабируемостью, с отказоустойчивостью систем, а также мы занимаемся разработкой решений, которые составляют такой, я бы сказал, платформ-фреймворк, который используется потом всеми другими командами. И вот про одну из таких наших задач, которая была связана с переводом кэширования всей системы в Redis, я сегодня вам и расскажу. Мой доклад, в принципе, логически будет разделен на две части. В первой части я расскажу кратко про Redis в целом, чтобы даже те, кто никогда не работали с Redis, могли получить представление, что это такое и что он может делать. И вторая половина доклада уже будет посвящена непосредственно проблемам, с которыми мы столкнулись, переводя нашу большую систему со Skillout State Server на Redis. Но для начала немного предыстории, в каком состоянии была наша система, когда мы решили переезжать. На тот момент это уже была очень большая система с несколькими сотнями приложений и сервисов. Примерно 60 сервисов из системы использовали активно кэш. Это был Skillout State Server кэш, то есть это такое распределенное in-memory хранилище, достаточно сложное по сравнению с Redis. Все из себя Enterprise с большим количеством продвинутых фитч с очень дорогими лицензиями. И у нас, получается, было на каждой дипломинг-зоне примерно где-то 5 Skillout Cluster, в котором подключалось примерно 200 серверов клиентов. При этом самый нагруженный Skillout Cluster выдерживал нагрузку примерно 15 тысяч обращений в секунду, то есть это уже была достаточно высоконагруженная система, что нам следовало учитывать при переезде. В целом это достаточно неплохо работало, но почему же мы решили отказаться от Skillout и переехать на Redis? Во-первых, Skillout, как я уже упоминал, была достаточно сложная система с интересной архитектурой, но сложной в поддержке. В частности, чтобы ваш сервер мог подключаться в Skillout, на нем должен был быть установлен Skillout Client. И, как вы понимаете, когда у вас в дизоцентре уже сотни серверов, даже не десятки, развертывание каждого сервиса старается максимально оптимизировать, и здесь дополнительные шаги в виде установки каких-то еще клиентов, которые требуют, еще насколько помню, активации лицензии, это уже дополнительная головная боль, это не очень удобно, гораздо лучше, когда можно просто указать connection string какой-то и подключиться к серверу. Другое ограничение было то, что если бы мы установили Skillout Client на сервер, этот сервер будет способен подключаться только к какому-то одному клиенту. Возможно, сейчас это уже исправлено, я быстренько пытался почитать документацию Skillout, то вроде бы уже можно указать несколько connection к разным кластерам, но упрать не буду, внимательно не изучал. На тот момент, когда мы переезжали, была такая проблема, что если у вас приложение работает с Skillout Cluster, другие Skillout Cluster, если нужно что-то запишировать или прочитать там, оно уже не может. В принципе, это решаемо на архитектурном уровне, но не всегда удобно. Еще один пункт Skillout — абсолютно коммерческий продукт, то есть там нет ничего в open-source-ном, как в Redis, и использовать без него бесплатно вообще никак нельзя, и чем больше у вас кластеров, клиентов, тем дороже платите. И даже для крупных клиентов это достаточно существенная сумма. Еще один аргумент — отказаться в пользу чего-то open-source-ного и относительно бесплатного в эксплуатации. Ну, еще одна проблема, которую мы сами, особенно как контракторы, почувствовали, это то, что по Skillout не так много хорошей документации в открытом доступе, там, нагуглить какую-нибудь проблему, которая у вас возникла, и почитать, что про это говорят, у вас такое слово вообще практически нереально, если вы встречаете какую-то серьезную проблему, это обычно всегда нужно контактировать с заказчиком, чтобы заказчик связался с представителями Skillout, они соберут созвон, и только тогда вы сможете узнать, как решать вашу проблему. То есть это тоже достаточно сильно замедляет разработку, это усложняет подготовку новых сотрудников, так много людей вообще слышат про Skillout, в отличие от Redis, и в целом достаточно не очень приятно было с этой работой, когда сложно искать документацию. Соответственно, в связи с этим, заказчикам было принято решение после нескольких успешных портативов переезжать на Redis. Ну, что такое Redis? Полное определение, как сами авторы Redis его дают, вы можете увидеть на этом слайде, но для тех, кто никогда не работал с Redis, я бы посоветовал для начала представлять Redis, как просто большой такой in-memory словарь на удаленном сервере. В принципе, имея такое представление в своей голове, вы многие вещи уже будете понимать и представлять, что примерно можно ожидать от Redis. Да, там есть некоторые дополнительные фишки, вроде шардинга, с помощью Redis-кластера, есть простенький месседж-брокер, который, на мой взгляд, не может соперничать с полноценными месседж-брокерами, вроде RevitMQ или других подобных месседж-брокеров, но в то же время для каких-то простых задач, например, для реализации какой-то передачи данных в веб-сокетах, он вполне может дойти. Соответственно, исходя из нашего опыта и в целом из того, что вы пишете в сети, я могу сказать сценарии, о которых вам стоит использовать Redis. Redis вообще отлично подходит для кэширования данных, то есть когда у вас есть какой-то ключ, по которому вы можете вычитать или записать кэш, вы можете спокойно кэшировать в Redis, это все будет очень быстро работать, очень просто, очень... все будет хорошо. Redis также отлично подходит как хранение хранилища сессий, то есть когда у вас система вырастает, вы уже не можете хранить сессии в N-memory, потому что у вас будет load balancer и несколько машин веб-серверов, то есть вы уже не можете хранить в N-memory только на одном сервере пользовательские сессии. Соответственно, если вы будете хранить SQL, или со временем вы тоже упретесь в возможности сиквела и захотите, чтобы у вас было что-то побыстрее, вот тут как раз Redis идеально приходит на помощь, потому что у сессии всегда есть конкретные ID, и вы поэтому ID всегда можете вычесть сессию из Redis быстро, без каких-либо обходов ключей и других вещей, которые Redis не очень любит. Redis также отлично подходит для различных счетчиков и метрик, чуть подробнее будем смотреть, какие там есть типы данных, там есть один особенно интересный тип данных Hyperlock Log, который позволяет считать уникальные объекты, при этом не сохраняя их. Ну и как я уже говорил, Redis неплохо подходит в качестве такого месседж-брокера для реализации Pubsub, но при этом вы должны понимать, что сильной гарантии надежности доставки Redis все-таки не дает, и стоит скорее рассматривать какие-то более специализированные брокеры, если вы ожидаете прям высокой надежности доставки. Теперь о том, для чего Redis совершенно не подходит. Redis совершенно не подходит, если вам нужно выполнять какие-то запросы по вашим данным, то есть, например, как в классической SQL-базе, вы сохранили какой-то объект Redis, а потом хотите его по разным полям выбирать. Для этого Redis даже лучше не думать использовать, потому что любой такой запрос сопряжен с полным перебором ключей в кластер, что медленно и довольно губительно для Redis, и вы 100% получите проблемы под нагрузкой. И другой момент, Redis также плохо подходит для хранения каких-то сложно связанных данных, которые при этом должны обновляться как-то консистентно, атомарно, потому что Redis не поддерживает, в принципе, сам по себе никаких связей между данными по дефолту. То есть, если у вас есть какие-то связанные сущности, это уже тоже больше похоже на культура революционную базу, а вовсе не на то, что должно храниться в Redis. Но с небольшими оговорками, в принципе, можно какие-то простенькие связи делать, самостоятельно их поддерживать, но что-то комплексное такое, и прямо со строгими требованиями консистентности я бы не советовал хранить Redis. И одна вещь, которую стоит всегда держать в голове, когда мы говорим про Redis, Redis — это то, что концептуально, Redis — это абсолютно однопоточная система. То есть, ни при каких условиях ни одна Redis-команда не может быть выполнена параллельно с другой командой. Все команды, которые идут на Redis, они выстраиваются в очередь и выполняются в одном потоке. Отсюда у вас, соответственно, возникают как серьезные преимущества Redis, так и серьезные недостатки. В частности, за счет того, что все это работает в один поток, у вас не будет никаких проблем с конкуренцией, ловками и прочими вещами, характерными для SQLBus. То есть, у вас всегда выполняется только одна команда, они всегда выполняются в том порядке, в каком пришли, и тут как бы все отлично. Ну, а минус в том, что если вы начнете выполнять какую-то команду, которая занимает очень много времени для выполнения, у вас Redis просто блокируется. Все остальные команды выстраиваются в очереди. Так как обычно на коннекшенах Redis оставятся довольно маленькие таймауты, у вас вся система начинает выкидывать таймауты от Redis, потому что команда стоит в очереди и не успевает поводом вернуть ответ. Вот это надо учитывать. Теперь давайте посмотрим, какие основные типы данных есть в Redis. Самый базовый тип данных в Redis называется string, но не стоит понимать это буквально, это не только строки, это в целом любые данные, то есть это binary save тип, куда вы можете и int писать, и какие-нибудь картинки записывать, побитые массивы, строки, что угодно. Размер этих значений при этом ограничен до 512 мегабайт. Другой тип данных называется hash, но в целом всем привычнее, наверное, когда представлять его в виде словаря, то есть по сути это набор строк, ключ, значение. То есть если сам Redis это у нас по сути словарь, то если мы в Redis начинаем использовать тип данных hash, мы получаем словарь словарей, то есть такую структуру, в которой достаточно удобно хранить какие-то объекты с отдельными полями, и соответственно эти поля отдельно вычитывать. Другой тип данных это list, тут как бы ничего нового, это обычный linked list, куда мы можем в конец что-то добавлять, но минус его в том, что и середину читать довольно медленно, то есть его можно использовать для каких-то очередей, либо вычитывать целиком как коллекцию, но и середину лучше не читать. Есть тип set, тоже ничего нового, обычное множество, в котором хранятся уникальные, неповторяющиеся элементы. Если мы до повторно ставим тот же самый элемент, соответственно ничего в коллекцию не вставится, как там был элемент, так и останется. Есть более продвинутая версия сета, которая называется sorted set, в отличие от обычного сета, она позволяет задавать порядок элементов. То есть при ставке каждого элемента вы помимо самого объекта указываете еще некоторый score, его оценку, которая определяет, в каком порядке элемент будет храниться в этой коллекции. То есть сортировка идет от меньшей оценки больше. При этом если вы повторно вставляете тот же самый объект в set и указываете ему другой score, score соответственно обновится. Ну и есть два еще таких типа данных, которые на самом деле не являются самостоятельным типом данными, а лишь набором операций, реализованных поверх обычного типа string, это bitmap, то есть по сути набор по битовых операций, которые реализуются поверх типа string. Ну то есть стандартные битовые флаги, можете там биты выставлять в true, false, такие вот все операции. У этого Redis вообще очень гордится этим типом данных, потому что вы можете хранить до двух степеней 32 битов, по-моему, 406 миллиарда битов, и в принципе одним единственным стринговым ключом вы можете хранить данные об очень большом количестве объектов. И по-моему, Master Redis о своем блоге писал пример, что одно из первых успешных применений этого набора команд был, когда на Redis проводилась первая в истории типа Pixel Battle, который потом копирует ВКонтакте и многие другие социальные сети. То есть когда было большое полотно пикселей, где все юзеры могли закрасить какой-нибудь пиксель в один цвет. Вот вся эта штука была реализована буквально на одном единственном битмэпе, и все эти тысячи, сотни, тысяч, миллионы юзеров по сути обновляли лишь один единственный ключ в Redis, и это все отлично и очень быстро работало. Ну и еще один тип, очень интересный тип, про который мы подробно, конечно, не будем говорить, потому что, я думаю, тема для отдельного даже доклада называется HyperLogLog. Это такая вероятность статистической структуры данных, которая позволяет вам считать количество уникальных элементов множества, при этом не храня сами эти элементы. То есть, например, вы можете по каким-то уникальным идентификаторам считать, сколько, например, пользователей заходили на какую-то страничку, но при этом вы можете не хранить эти идентификаторы. То есть вы как бы вызываете команду добавления нового идентификатора HyperLogLog, он нигде не сохраняется, но распределение при этом там обновляется таким образом, что в итоге вы сможете получить в погрешности примерно 2% количество уникальных элементов, которые в этот HyperLogLog добавляют. Очень интересная структура. Если кому-то будет интересно, можно поискать статьи именно про HyperLogLog. Это не чисто редисовская фишка, это в целом математический, компьютер-сайенс такой алгоритм, и реализация довольно интересная. Теперь давайте поговорим о сингл-редис-нодах и прочих редис-пластера. Самая базовая конфигурация редиса – это, конечно, сингл-ноды, то есть одна-единственная нода, работает как один процесс, вы в нее можете записывать какие-то ключи, читать ключи, и в принципе это самодостаточный уже такой редис-инстанс, которого, я думаю, за 99% проектов в плане выдерживания нагрузки должно хватить вообще просто отлично. Если же у вас нагрузка высокая, либо вы хотите повысить как-то отказоустойчивость своей кэширующей системы, можете присмотреться к редис-кластеру. Минимальная конфигурация редис-кластера – это три мастер-ноды и ноль реплика-нод. Соответственно, если вы хотите добавить реплика-ноды, вы можете добавлять сначала по одной реплика-ноде, можете по две, по три, причем редис даже поддерживает такую фишку, что вы можете добавлять реплика-ноды не только к мастерам, но и к другим реплика-нодам, то есть у вас будет несколько уровней репликации, теоретически это должно чуть снизить нагрузку на мастер-ноды при синхронизации, но в целом, в отличие от основных операций редис, это все-таки делается не в том же потоке, что и основные операции, поэтому в целом это делается синхронно, и мы, например, не сталкивались с необходимостью добавлять реплики для реплик. Ну что же здесь представляет, в принципе, редис-кластер? редис-кластер построен на идее шардинга, то есть все пространство ключей в редисе разбивается на несколько частей. Если мы создаем кластер из трех нод, соответственно, наше пространство ключей разбивается на три равных части. Для разбиения используется понятие так называемого хэш-слота. Хэш-слот — это некое подножие ключей, всего вроде из кластеров, может быть, 16384, которые считаются единой неделимой группой, которые всегда будут находиться на одной какой-то ноде, в зависимости от того, куда этот хэш-слот назначен. Соответственно, когда мы создаем дефолтный кластер, они у нас разбиваются на три множества. Первая нода получает первые 5500, хэш-слотов следующие еще 5500, и третья еще 5500. Это означает, что если какой-то ключ у вас есть на одной мастер-ноде, то он и на какой-то другой мастер-ноде его точно не будет. То есть за этим конкретным ключом вам всегда придется ходить только на эту ноду. К счастью, определять на какую ноду вам идти достаточно просто. Это делается даже на стороне клиента. Для этого используется вычисление CRC-16 контрольной суммы ключа, который потом берется остаток отделения по модулю 16384. То есть уже на клиенте, в частности, .NET клиент для Redis, основной, который мы используем, он это умеет сам делать, он может, зная ключ, посчитать уже, на какую ноду уйти, и ему не надо стучаться в другие ноды, чтобы узнать, на какую ноду нужно идти за ключом. Но при этом, если вы делаете мейтенант с пластера, переносите какие-то хэш-слоты с одной ноды на другую, у вас, в принципе, клиент может пойти на старую ноду за этим хэш-слотом и получит уже от этой ноды ответ, что такой-то хэш-слот перемещен на другую ноду, и, соответственно, автоматически перенаправится в другую ноду и прочитает оттуда. То есть вот такой вот классический шарлинг получается. Теперь давайте поговорим, какие же преимущества и недостатки нам дает использование Redis-кластера. Но основное преимущество, это, конечно, то, что Redis-кластер дает нам практически неограниченную горизонтальную масштабированность. То есть в теории вы можете создать вообще 16384 мастер-нот. А на практике авторы Redis-а пишут, что встречают системы, где до 1000 мастер-нот используются. У нас на проекте максимум, насколько я знаю, 4 или 5 мастер-нот, и этого вообще хватает, чтобы обрабатывать 10 тысяч запросов в секунду. Так что вряд ли на каких-то проектов понадобится прямо сильно больше 10 мастер-нот в кластере. Дополнительную масштабируемость вы можете получить также, разрешив читать с реплика нод. По умолчанию все операции выполняются только на мастер-нотах. Для того, чтобы читать с реплик, вы должны перевести соединение с кластером в режим read-on. После этого все запросы на чтение будут отправляться на реплики. Но тут надо понимать, что реплики обновляются с некоторой задержкой, поэтому тут не стоит ждать строк консистенции. Собственно, это один из первых недостаток. То есть, если вы соглашаетесь читать с реплик, вы должны быть готовы, что данные могут обновляться с некоторой задержкой, потому что вся синхронизация происходит асинхронно уже в фоновом режиме, и когда мы пишем на мастер, естественно, клиент не ждет, пока пройдет аппликация на все слейбы. Еще одно достоинство Radius Cluster заключается в том, что если у вас вдруг какой-то из мастеров пропадет из сети, например, либо процесс его по какой-то причине упадет, либо сервер отключится, либо потеряется с ним соединение, то через некоторое время автоматически происходит переболосование, и одна из реплик, которая в данный момент доступна, автоматически замещает мастер и восстанавливается кластер. Ну и также можно настроить кластер таким образом, чтобы даже при выпадении одной из мастер-нод из кластера остальные ноды все равно оставались доступны. То есть часть хэш-слотов у вас будут недоступны, на некоторых ключах вы будете получать ошибки, но остальные ключи все равно останутся доступны, если мастера, на которых они хранятся, все еще в сети. Но по умолчанию это отключено. То есть если вы хотите такое поведение, надо поставить сеттингу Cluster Require Full Coverage в новых настройках Radius Cluster. Ну и теперь к минусам. Как я уже говорил, вы не можете рассчитывать на strong consistency, если вы читаете с реплики MasterNode. Также есть вероятность, что вы можете потерять какие-то записанные данные на мастере, если у вас мастер падает до того, как эти данные реплицированы на ближайшую реплику. И основное, пожалуй, с точки зрения разработчиков ограничения Radius Cluster, это то, что на Radius Cluster вы можете выполнять операции или транзакции, или лоа скрипты с несколькими ключами исключительно только, если эти ключи все принадлежат к одному хэш-слоту. То есть вы не можете просто взять два произвольных ключа и загнать их в одну транзакцию, проверить, что один равен чему-то, я заискиваюсь от этого выставить второй ключ. Нет, такого не сможете сделать. Вам нужно обязательно гарантировать, что эти ключи находятся в одном хэш-слоте. Поэтому для этого было предусмотрено специальное средство под названием хэштеги. Вы можете взять часть своего ключа в фигурные скобки и тогда при расчете хэш-слота этого ключа будет использоваться не полный ключ, а только та часть ключа, которая заключена в фигурные скобки. И тогда все ключи с одинаковым хэштегом гарантированно будут в одном хэш-слоте и вы можете их использовать в одном лоа скрипте или в одной транзакции. Ну и давайте теперь поговорим про атомарные операции, про те самые транзакции лоа скрипты в Radius. Транзакции в Radius на самом деле не очень похожи на транзакции в революционных базах данных, поэтому тут надо понимать их специфику. Бай-транзакция в Radius начинается с отправки на сервер команды Multi. Эта команда, все что она делает, она переводит ваше текущее соединение с Radius в режим транзакции. Это означает, что все последующие команды, которые будут отправлены с этого клиента на Radius сервер, будут выстраиваться в очередь и потом, когда вы вызовете команду Exec, все команды из этой очереди выполнятся друг за другом в строго в том порядке, в каком вы их отправили, без штава каких-то других команд между ними, то есть точно в такой последовательности, как ваш клиент их выпустит. Соответственно, как аналог Rollback традиционных SQL транзакций, здесь есть команда Discard. Discard, собственно, очищает эту очередь команд и переводит в соединение с Radius в обратно в стандартный режим, то есть ваша транзакция как бы откатывается и не успев начать выполняться. Ну, и есть такая интересная штука, которая позволяет вам выполнять транзакцию только с некоторым условием, в частности, вы можете сделать Watch какого-то ключа, и тогда, когда вы вызовете Exec, ваша транзакция выполнена только в том случае, если значение вашего ключа не изменялось с момента, когда вы начали за ним наблюдать. Ну, то есть часто это позволяет вам делать транзакцию, которая, например, должна выполнять какие-то тамарные операции вроде увеличения переменной на единицу, но, соответственно, она может выполняться только тогда, когда ваш ключ никто другой больше не менял, потому что в таком случае должна начинать транзакцию заново. Сразу скажу, что мне, например, в Radius эти транзакции не очень понравились, какие-то самые базовые штуки они могут делать, но в целом, если вы хотите делать какую-то относительно интересную логику, похожую на транзакции или хранимые процедуры в Radius, то лучше сразу смотреть в сторону лоас-криптов, потому что это будет понятнее для разработчиков, предсказуемее, и в целом я бы советовал делать именно лоас-крипты вместо транзакций, но в целом это дело вкуса, кому-то может быть удобнее транзакции, особенно для каких-то очень базовых штук. А, да, и собственно про ошибки в транзакции. Тут опять же большая разница с сиквелом, если в сиквел у вас происходит какая-либо ошибка в транзакции, у вас откатываются вообще все изменения, которые происходили в транзакции. В Radius это не так. Если у вас часть команд транзакций успела выполниться, но потом какая-то транзакция падает, то ничего не откатывается, просто все команды, которые идут заупавшие, они не выполняются. То есть надо это тоже учитывать. То есть транзакция это прям не 100% гарантирующая вам абсолютно томарное выполнение вещ и без последствий, если вы ее откатываете, не откатываете, если она проваливается. А, теперь давайте посмотрим на Looscript. Собственно, Looscript это, да, такой аналог хранимых процедур в Radius и есть две основные команды для их выполнения Eval и EvalSh. В целом они очень похожи между собой. Единственное, разница заключается в том, что Eval требует, чтобы вы передавали текст Looscript каждый раз, когда вы вызываете его выполнение, соответственно, он берется и просто выполняется. EvalSh позволяет вам немного сократить трафик, который вы гоняете по сети и вместо самого скрипта его передавать в EvalSh 1 дайджест, который вы можете получить, предварительно загрузив скрипт на Radius Cluster с помощью команды Script Load. Тут надо учитывать, что если вы работаете с кластером, то вы должны делать скрипт load на все мастер ноды, а не только на какую-то одну, потому что скрипты не реплицируются между мастерами, они реплицируются только между мастерами и слейвами. Поэтому, если вы хотите использовать EvalSh, у вас должен быть какой-то код, который при попытке выполнения лоу-скрипта проверит, что он есть на соответствующем Radius Cluster. Если его нет, то загрузит его на все мастер ноды и сохранит его SHA-1 дайджест, по которому он дальше будет призываться. Ну и еще одна команда, это Script Kill. Это команда, которая позволяет вам остановить выполняемый скрипт. Но тут есть важная оговорка. Эта команда остановит лоу-скрипт только при условии, если ваш скрипт еще не успел ничего поменять в Redis. Если же скрипт уже что-то поменял, его уже нельзя остановить, так как это нарушит контракт атомарности лоу-скриптов, который является важным для Redis, который в частности и этот контракт в частности очень важен для механизмов репликации, которые используются в Redis. Поэтому, если вдруг вас угораздило делать в лоу-скрипте какую-нибудь операцию, которая внезапно превратилась в бесконечный цикл, либо какую-то просто очень долгую операцию, которая настолько долго, что у вас уже весь прот упал, то единственное, что вам остается, это просто делать жесткий шатдаун на Redis процесса в надежде, что он ничего не успеет. Ну и то, что надежда, если транзакция, если лоу-скрипт не выполз, то, что он действительно ничего не реплицирует на слейвы, и потом, соответственно, перезапускать заново Redis ноду и ждать, пока она восстановится. Поэтому нужно быть очень внимательным словом скриптами, то есть никаких там, никакой сложной логики, которая может превратиться в бесконечный цикл, никаких операций со сложностью OATN, OATN в квадрате, тем более, то есть я рекомендую максимум OATLogaryfm N, то есть чтобы это все выполнялось за какой-то ограниченный промежуток времени и не превращалось в количество ключей в кластер в какую-то долгоиграющую операцию, которая может все заблокировать. Я, опять же, напоминаю, Redis однопоточный, пока ваше чудо логскрипт будет выполняться, все остальные будут стоять в очереди и просто ждать, пока придет их очередь. Ну и давай теперь посмотрим, собственно, пример логскрипта для Redis, как он может выглядеть. Здесь у нас такой логскрипт, который позволяет нам хранить некоторые таймстэмп в ключе Redis. Причем этот таймстэмп мы можем потом несколько раз читать. Если его нет, он автоматически инициализируется. Соответственно, в какой-то момент какой-то другой скрипт может его инвалидировать. Тогда там перегенерируется новый тамстэп, который будет, соответственно, больше, чем предыдущий. Здесь мы видим сразу несколько вещей, которые вы можете использовать в своих логскриптах. Во-первых, давайте на строке 5 посмотрим на объявление локальной функции. То есть локальной функции из лога вполне поддерживается Redis, можете объявлять свои функции. В частности, эта функция, она вызывает Redis'овскую команду Time, получает от нее массив из двух чисел. Первое число это стандартный Unix timestamp в секундах, и второй это уже Redis, он еще дополнительно возвращает микросекунду, чтобы у вас был более точный timestamp. Ну и здесь мы, соответственно, просто умножаем Unix-овый timestamp на миллион и добавляем к нему микросекунды, чтобы получить уникальный растущий интеджер. или даже я бы, наверное, сказал бы long на всякий случай. Вот. И ниже, соответственно, мы видим сам LoaScript, который сначала пытается прочитать этот ключ. Если ключа нет, то он вызывает нашу локальную функцию, генерирующую timestamp, записывает timestamp в этот ключ и возвращает его в ваш собственный код, который вызывает этот LoaScript. Я думаю, вы уже заметили, что на четвертой строчке здесь есть вызов интересной функции Redis' Replicate Commands. Она нужна вот для чего. По умолчанию репликация в Redis выглядит так, что все команды, которые Redis' нода принимает, он потом просто берет и пересылает на slave. И они в том же самом порядке выполняются. То есть, в случае с LoaScript у нас Redis получит команду eval или eval.sh с текстом или, соответственно, дайджестом LoaScript, и он потом я должен просто переслать на slave, который выполнит эту команду у себя тоже, и получит те же самые результаты. Но сам LoaScript у нас написан так, что результат его выполнения будет разным, если мы его выполняем в разные промежутки времени или на разных нодах, так как мы здесь в частности вызываем команду time. Поэтому, если мы попытаемся выполнить этот LoaScript без указания replicate commands, тогда у нас по сути поведение этого скрипта было бы разным на мастере и на стейл. Поэтому Redis нам выдаст ошибку в попытке выполнения этот скрипт. Поэтому мы должны вызвать функцию Redis replicate commands, которая говорит Redis, что нужно реплицировать не саму исходную команду, которая пришла на Redis, а как бы результат выполнения, то есть те команды, которые вызовет этот LoaScript. То есть, в частности, вот здесь результат этого LoaScript будет выражаться в вызове, например, команды set. В данном случае у нас на стейл пойдет не весит Eval LoaScript, а лишь результат этого скрипта, то есть вызов команды set Redis, и тогда это уже будет абсолютно одинаковый результат и на мастере, и на новую. Поэтому здесь требуется явно указать, что мы хотим реплицировать именно результат скрипта, а не сам скрипт сам его прогонять. Ну, а теперь возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Собственно, с каким проблем мы столкнулись в нашей большой системе, когда нам нужно было мигрировать кэш. Как я уже говорил, у нас было примерно 60 приложений, которые использовали кэш, причем мигрировать их надо было сжатые сроки, пока не закончился год и не пришла непотребность продлевать лицензию скилаута. Кроме того, так как в больших системах на самом деле достаточно сложно предсказать, какие последствия могут быть при реальной продакшн-нагрузке, следовало предусмотреть возможность горячего переключения, если вдруг под нагрузкой на то ли что-то пойдет и так. Но другой подход может использоваться, это в принципе такое типа АБ-тестирование, то есть мы могли бы выкатывать новый кэш для части клиентов, а для остальных оставлять пока скилаут, смотреть, как это все ведет, но в контексте кэша это было довольно сложно реализовать, поэтому решение было полностью переключать всех клиентов на Redis по отдельным группам приложений и смотреть, если возникают какие-то проблемы, то быстро переключаться соответственно обратно скилаут. Ну и основная проблема, самая интересная, которая у нас возникла, это то, что у нас многие кэши были не такие простые, как нам хотелось бы, то есть это были не какие-то кэши, которые просто экспарятся по тайм-ауту, они экспарятся строго при выполнении определенных действий и зачастую это было нескольких ключей, которые должны были экспариться одновременно, когда менялась какая-то сущность, влияющая на них все. И, соответственно, какие решения мы решили использовать для этих проблем? Для того, чтобы ускорить миграцию и максимально упростить для всех команд переезд на Redis, мы решили делать новые реализации кэши таким образом, чтобы они полностью повторяли интерфейс старых реализаций. Это же помогает нам решать и вторую проблему. Если у нас интерфейс кэши совпадает с интерфейсом старых реализаций, мы, в принципе, можем использовать некоторые прокси-классы, которые внутри себя будут получать сеттинги, например, какого-то централизованного сеттинг-сервиса и в зависимости от этих сеттингов переключаться между старой и новой реализацией в зависимости от ситуации. И, соответственно, последняя проблема... А, да, там еще была проблема в том, что у нас некоторые приложения действительно используют между собой еще вообще общий кэш. То есть несколько сервисов могли делить кэш между собой. То есть один сервис мог писать что-то в кэш, другой мог из него читать и кто-то еще из них мог инвалидировать. Это очень плохая вещь. Это у нас она была, получается, от лига сяпов, которые еще были монолитом и постепенно делились на отдельные сервисы. Если вы проектируете что-то с нуля, я категорически не советую делать кэш, который может обдейти сразу несколькими сервисами. Старайтесь делать так, чтобы ваш кэш полностью поддерживался только одним кем-то сервисом. То есть чтобы этот кэш и свои респонсы из этого кэша читал и инвалидацию этого кэша делал. Тогда ваша жизнь будет намного прочь. Но что поделать, у нас были такие кэши, времени переделывать сервисы уже не было. Поэтому мы были вынуждены анализировать эти приложения, выявлять группу приложений, которые используют общий кэш. И, соответственно, благодаря нашей системе прокси-классов, позволяющих переключаться между Redis'ом и Skillout'ом, мы осуществляли одновременное переключение сразу всех апов в этой группе на Redis' либо на Skillout'ом. Таким образом, чтобы в конкретный момент времени они все работали с одним и тем же кэшом. А не так, что часть апов инвалидирует что-то в Skillout'е, а другие тем временем читают что-то из Redis'а. И другое преимущество на самом деле с этим переключалками было в том, что мы могли что-то выкатывать раньше запланированного релиза, просто потом переключать на старую версию, но Maintenance Window, наши API, например, могли проверить, что на всех в Кламин-зонах Redis' кэш завелся, он может получить доступ к Redis' кластеру, все без проблем работает, произойдет тестирование. В принципе, тоже довольно удобно иметь такую переключалку, которая позволяет, если что, возвращаться на старую реализацию. Теперь давайте посмотрим, как можно реализовать кэш такого классического API-сервиса, ну, особенно если мы живем в идеальном мире и проектируем какую-то API-шку с нуля. Здесь мы видим пример такого типичного API в нашей системе. Для нашей системы характерно вообще то, что у нас одной из корневых сущностей является практика, то есть это частная практика какого-то врача либо какая-то небольшая больница, поликлиника, которые, по сути, являются клиентами нашей системы. На каждой практике могут быть какие-то юзеры, которые могут заходить на эту практику. У этих юзеров, соответственно, могут быть роли, которые определяют, какие права эти юзеры имеют на этих практиках. Соответственно, мы можем редактировать на практике ее роли, то есть добавлять какие-то пермиссии, роль убирать пермиссии разумеется реальность такой афи будет иметь гораздо больше методов но я хочу сфокусироваться именно вот на конкретной ситуации у нас есть практика который может прочитать юзеров практику это можем прочитать при этом ее же роли можно прочитать роли какого-то юзера и апдейт метод для простоты рассмотрим только один темы и обновляем собственную роль например меняем ней пермиссии соответственно как вы видите в этом api у нас везде фигурируют иди практики здесь это интеджер в реальность я конечно не советую использовать эндаджи в соображении безопасности по соображениям удобства синхронизации разной системе же собой используйте всегда гуида для таких айдишников для простоты будет это черту соответственно у нас везде есть практика сайди и запросе и в респонсе и как часть юзеры как часть роли мы можем использовать этот практик сайди как некий общий фигирующий такой корень по которому можно собственно поддерживать кэш то есть мы можем все ключи привязать к некой кэшу по практике 12 и туда уже в отдельные поля сохраняйте саму практику ее роли и конкретные роли и все роли конкретные роли юзеров конкретных юзеров и так далее инвалидация кэша в таком случае у нас будет выглядеть как простая очистка этого одного единственного кэша в частности в рейдисе это можно сделать вообще элементарно используя тип данных хэш то есть у вас по сути для каждой практике будет один единственный хэш которого ключом будет идентификатор вашей практике то есть здесь будет процесс 12 причем и все разные респонс вашего сервиса будут просто как разные поля этого сервиса сюда вы прямо джейсон можете записывать с разберу очень увлекаться но в целом джейсон здесь отлично пишется для сервизации при чтении соответственно вы все эти отдельные поля также указывая с помощью команды hget имя ключа и затем имя поля мы можете также вычислить инвалидация вообще элементарно делается если у вас что-то меняется на практике 12 вы просто удаляете вообще весь ключ практике 12 можете вообще не заморачиваться что инвалидация по частям потому что случае с кэшем как правило действует правило что лучше переинвалидировать чем не доинвалидировать и как почистить кэш по всей практике да не что-то поменялось это обычно вполне нормально потому что изменения на практике обычно делаются руками достаточно редкая операция составляющим меньше одного процента всех операций и вполне окей что у вас там одна из тысяч практик что-то там перечитает из базы это не убьет сиквел и ничего страшного не будет поэтому просто чистить всю практику и полностью обезопасиваем себя от любых проблем в том плане что у вас там один и тот же юзер может содержаться в разных ключах вашего кэша ну а теперь давайте посмотрим чем мы столкнулись в реальности по сути картина не сильно отличалась но произошло одно маленькое изменение на шапе в какой-то момент по правилам это бизнес требованиям был написан так что юзера можно было получать не указывая практику то есть например мы можем указать эти юзеры по нему например узнать в юзер какой практике то есть у нас пропадает по сути эти практики и гарантированные запросы для юзеров и теперь мы уже сталкивались такой проблемой что если мы хотим кашировать юзера в том же кэша я практики 12 мы не знаем о идее этой практики до того мы прочитаем юзера соответственно уже не можем использовать кэш практики 12 чтобы сохранять юзеров нём мы вынуждены заводить какой-то отдельный кэш ну как бы отдельно должны производить каш смысл оден поэтому мы заводим кэш по всем юзерам которые уже начинаем записывать карту юзеры и ролик каждую за родили ну тут как бы все чудесно если бы у нас были посты и тот или мы бы так и сделаю пусть им там живут там 5-10 минут час там 10 часов сколько вы хотите но у нас было сильное пожелание заказчики клиенты тоже привыкли такому уже что если мы что-то меняем у юзера то хорошо бы что ибо эти изменения сразу же применялись везде они кэшируют еще несколько часов и тут мы сталкиваемся с такой интересной проблемой то есть мы обдаем роль 34 у практики 12 соответственно мы должны проинвалидировать как те ключи в которых эта роль возвращается в составе практики так и те ключи где эта роль возвращается составе юзеров и тут уже возникает вопрос а как собственно мы это будем делать ну давай теперь посмотрим как это у нас выглядело на уровне интерфейса кэша фишарка у нас было некоторое кэшфэкторе который поздавля позволял создавать кэши с определенным именем у него были собственно базовые методы кэша get key insert key contain key remove key и clear который чистит весь кэш и собственно вот эта вот операция инвалидации сгруппированных ключей реализовывалась за счет одного единственного дополнительного метода который позволял ключу указать также родительский ключ при удалении которого наш ключ бы тоже инвалидировался и удалялся соответственно и вот как это выглядел в коде то есть мы создаем конечно начала практики 12 вставляем туда все сущности стоящиеся к практике потом отдельно создаем кэш юзеров соответственно запрашиваем какого-то юзера там с айди 56 получается мы можем просто создать кэш юзер с не знаю как какой айди будет нашего юзера соответственно мы можем да причине кэш мы можем из этого кэш юзера попытаться получить юзера среди 56 если этого юзера у нас там не находится тогда уже мы идем в базу и вставляем его соответственно на этот походе в кэш мы уже не должны знать какой практике принадлежит юзер и соответственно можем использовать такой кэш а приставки так как у нас есть юзера юзер есть акции один мы уже знаем какой практике принадлежит кэш поэтому можем ставить юзера в кэш потому что мы знаем айди практике можно выставить родительский ключ о айди практике то есть вот так решалась эта проблема в случае со скил аутом и интерфейсами которые делалось прицел на скил аут со скил аутом это как бы реализовывался очень просто скил ауте была такая вещь как мета данные которые по сути автоматически позволили строить индексы по мета данным и по сути у нас parent ключ был мета данные которому могли сразу группу ключей проинвалидировать ну как же мы будем делать такой в рейдисе то что рейдисник поддерживать реки методанные не поддерживает индексы не поддерживает родительских ключей на самом деле тут у нас было рассмотрим два основных подхода первый это ведение индекса по дочерним ключом то есть каждый раз когда мы вставляем ключа указываем у родителя мы также идем родителя и в отдельный сет дочерних ключей этого родителя вставляем наш новый ключ то есть помимо парень ключа у нас еще заведен отдельный ключ скорее всего он будет в том же хэш слоте для удобства куда мы можем вставлять всех его потомков соответственно при удалении parent ключа мы читаем также всех этот сет со всеми его потомками обходим всех его потомков и удаляем ну из плюсов тут что мы можем очень просто читать сами ключи потомки то есть это простое чтение стрингового ключа из рейдиса элементарда еще одно действие все очень просто ключи могут иметь любой тип не обязательно это будет стринги и соответственно это тоже достаточно удобно плане реализации чтения и мы можем соответственно задавать ттл для ключей не задавать то есть теоретически ударяем паренда на все наши ключи будут удалены но из минусов это то что если мы удаляем нашего парень ключа у нас там будет неизвестно сколько потомков это может один два десять ключей не пущу может быть 40 ключей и каждый из них надо будет пройти по одному удалить соответственно в это время возможно тут параллельно попытаться опять ставить ключ и как все это поддерживать состояние совершенно непонятно то есть будет такой полнейший разброд пока вы удаляете одни ключи кто-то вставляет другие то есть инвалидация совершенно никакая не атомарная плюс минус то что приставки каждый ключ от родителей вам надо так что поддерживать индекс родителя если ваши дочерние ключи за экспортируется по ттл у вас соответственно все равно станции в индексе если этот индекс со временем если вас часто экспортируются ключи и причем эти ключи меняют свои значения много раз у вас со времени будет разрастаться 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 это неизвестно когда он почистится то есть потенциальная утечка не учесть к памяти но просто будет сильно съедать вашу память и вы можете добиться какого-то просто нереально употребление памяти потом этот сет просто для нереальных размеров разрастется ну и тут собственно также возникает проблема с реализации метода clear потому что метод clear так он удаляет вообще все ключи не только те связанные с одним парентом в кэше вам соответственно скорее всего тоже придется ввести культ индекс еще и по всем ключам вашего кэша и также их обходить чтобы все их проиндулировать при вызове метода clear и поэтому мы рассмотрели также второй вариант который построен на версионирование ключей в кэше здесь мы завели специальный стринговый ключ по названию кэш вершин после каждого ключа есть какая-то своя инкрементально растущая версия для этого в час можно было бы использовать тот скрип который показывал раньше который использует там стенд для генерации по растущих игру также у каждого ключа мы завели его собственную кей вершин который является также уникальным растущим интон и соответственно при вставке каждого ключа в кэше мы его вставляем с указанием текущей версии кэша и с указанием версии ключа для этого кэша если же мы вставляем ключ с родителем как чувствует зеленый ключ юзер 56 мы также указываем ему мета данных имя родительского ключа и версию ключа и кэш версию родительского ключа это мы можем делать на самом деле я бы сказал плази атомарно то есть единственно что нужно при вставке это прочитать текущую кэш версию и версию родителя после этого мы уже можем написать абсолютно атомарный лоа скрипт который вставит наш наш кэш новый ключ при этом проверяя что там не существует ключа с более высокой версии с таким образом мы будем защищены от перезаписи если кто-то уже более новую версию ключа оставил и при таком подходе соответственно мы можем делать мы должны делать при чтении каждого ключа проверку что его версия что версия кэша во-первых распадает с текущей версии что версия кэша у ключа совпадает с текущей версии самого кэша если версия кэша вычезнут и соответственно ключ кто-то уже проинвалидировал мы должны возвращать ну ну или какое-то значение который говорит что у нас в кэше нет такого значения и соответственно должны проверять что parent также имеет точно такую же версию если она уже обновилась то тоже мы должны разрешить нул потому что наш ключ считается инвалидированием но при этом сам ключ у нас фактически не удаляется то все что мы делаем при инвалидации кэша это мы либо удаляем пэрэнта либо обновляем кэш вершины смотри с кэш чистим сами ключи при этом продолжают оставаться висеть но они уже никогда не будут прочитаны потому что при чтении мы сверяем версии отсюда вытекает такая проблема что нам обязательно нужно выставлять тэл для этих ключей то что если мы сделаем ключик про никогда не экспарится если никогда не будет больше перезаписаны будут висеть вечно будет проблема поэтому одним из доставка этого подхода является то что обязательно нужно использовать ттл для всех ключей но это как бы небольшая проблема если вы хотите что ваши ключи долго жили но установить стоял там сутки двое суток месяц в принципе все равно вас избавит от головной боли поручной поддержки скорее всего и очистки ключей другой минус это то что данной схеме ключи должны быть только типа хэш потому что необходимо хранить вместе с ними какие-то данные на принципе можно было предусмотреть какие-то случаи когда у вас ключ будет одни в одном ключе и рядом в том же хэш слоте еще методанные как хэш-сет но это усложняет архитектуру мы решили так не делать в целом гораздо проще удаление ключа удалять вместе с ними все методанные это отлично делает текст у вас хэш ну и про проблему который я уже говорил что при чтении вы должны еще дополнительно сходить в редис один или два раза проверить версию кэша и проверить версию родительского кэша мы думаем что это будет большое проблеме . перформанса но померили в принципе все три похода они не сильно дольше занимают чем один поход если у вас рейдис в дата-центре если для вас это большая проблема принцип можно как при параллельных запросах запустить чтобы сэкономить на привели похода сеть либо как-то за кэшировать на короткое время в памяти кэш-вершин то есть принципе тут можно церквизировать нас никаких проблем с тремя походе в кэш не было это все выполнялось меньше чем за одну миллисекунду и на уже в сравнении собственные запросы это было вообще совершенно незначительно мы в итоге мы реализовали собственно второй подход он у нас отлично работает на пике у нас где-то было по 20-30 тысяч запросов в кэш это обычно утро когда практики просыпаются начал на восточном потом на западном побережье и в целом серьезных проблем с радиусом мы не видели но сейчас хочу немного поделиться выводами и советами которые на основе опыта мы получили при переезде как я уже упоминал что если у вас есть возможность делать инвалидацию по тайм-ауту это будет очень самое простое что вы можете сделать поэтому если бизнесу это окей то как бы делаете это вообще отлично просто и очень легко поддержки если же бизнес это не подходит тогда старайтесь проектировать api так чтобы у вас всегда была какая-то лидирующая сущность как моем примере была проекция дипа который вы можете легко сгруппировать ключи и инвалидировать если вы решаете использовать лоскрипты или команды то старайтесь делать так что ваш код никогда не вызывал что-то сложнее чем о логарифма тэн то есть в радиусе есть чудесная старая команда кейс которая возвращает вообще все ключи какие у вас есть в кластере это самый верный способ убить в кластерном продакшене поэтому даже не думайте чтобы вызывать даже руками где-то используйте скан скан это то же самое только батчами но где-то без истоки я не советовал бы использовать даже скан потому что если вдруг у вас появится хорошая нагрузка на метод вызывающий скан это все равно довольно медленно и вполне может убить радиус под нагрузкой также я бы не советовал относиться к рейдсу как к какому-то надежному сопоставимый сикл хранилищу данных то есть почти наверняка вы можете увидеть какие-нибудь тайм-ауты радиус особенно первых порах частности обычно ради клиента по дефолту выставляют очень маленький тайм-аут тот же так и чей среди следует на это раньше выставлял тайм-аут одну одну секунду сейчас по моему поле 3 то ли 5 то есть это не минута или сколько там сейчас сикл обычно ставит по дефолту в качестве мало ты скорее всего если у вас сетью какие-то проблемы возникло вы увидите много редис тайм-аут поэтому эти тайм-ауты надо хендовать так чтобы не приводил падение ваших приложений считать что это рейтс недоступен это как будто идем базу читаем из базы возвращаем из базы клиенты и сервисов не должны видеть что во что там упало связано с кэшированием но также опять же совет не создавать ключи бесконечным временем даже если вы думаете что они когда-то будут удалены всегда может случиться у вас может упасть метод который вызывал инвалидацию лучше ставьте какой-нибудь большой ттл если вам важно что ключи жильдом потому что если вдруг вы пропустите что у вас будет упала инвалидация хотя бы у вас этот ключ заэкспарится через несколько часов или несколько дней и избавит вас от проблем поисков почему там что-то сломалось также конечно хотелось бы отметить что 512 мегабайт на ключ это конечно очень круто но вряд ли вы захотите гонять столько даже по очень быстро сети поэтому следите размерами ключей это в частности удобно делать в тулзе под названием радис инсайд который очень классный инструмент для мониторинга радис кластеров там он прям показывает какие ключи у вас занимает сколько мест дает рекомендации какие из них стоит уменьшить полезная штука я знаю попробовать можно бесплатно насчет коммерческих лицензий не уверен но как минимум на девелоперских машинах можно поставить попробовать посмотреть ну и такой совет для дотнет разработчиков это то что мы словили когда первый раз вышли на продакшн мы как бы ждали что у нас могут быть проблемы какие-то с радис кластером что он не справится нагрузкой все такое но до нас стало такой довольно большой неожиданностью что у нас упал не сам радис кластер а радис клиенты на таймаутах на клиентов потому что так и сейчас радис довольно активно используют пул потоков для параллельного чтения десерилизации отправки запросов радис и по дефолту на машинах вот это по крайней мере на виндовых минимальное количество трэдов на воркер и input output thread стоит единицы то есть на каждое ядро по дефолту пуле только один трэд если он нужно больше то они создаются таймаутом по моему 2 секунды так у родиса всего таймаут на весь поход в кэше здесь реализацию 1 секунда если он перестает хватать потоков то начинают тут же вываливаться таймаут и редис примерно как тут где вы можете здесь внизу видеть что у нас 16 занятых трэдов при минимальном 4 это значит что 12 трэдов были созданы с двухсекундным таймаутом чтобы помочь разгребать респонс от редиса и в таком случае вам надо просто пойти в машин конфиг или где у вас настраивается количество трэдов на машине и увеличить это количество трэдов чтобы их было достаточно для сериализации ну на этом я думаю все я рассказал основные моменты которые хотел рассказать поэтому сейчас буду рад ответить на ваши вопросы